Достопримечательности, самые яркие события и туристические маршруты Новосибирской области борются за победу в конкурсе «Сокровища России». Его объявил журнал National Geographic. Из десяти номинаций наш регион представлен в восьми. Подробнее об участниках конкурса и о том, как за них проголосовать, расскажет Михаил Якимов. Театр оперы и балета – визитная карточка Новосибирска. О самом большом театральном здании страны знают даже жители городов, в которых много изысканных и величественных памятников архитектуры. Вопрос сложный. Я из Питера. Совсем вытекающий. Поэтому, ну, как сказать, вообще объект достойный, потому что сам большой театр. В общем-то, почему нет? На конкурс «Сокровища России» театр представлен в номинации «Культурно-исторический объект». В случае с этим зданием культура и история действительно сошлись. Театр – ровесник победы. Шла еще война, тем не менее, театр в это время создавался. Ну, и я считаю, что очень хорошая труппа здесь. Конкурс «Сокровища России» объединяет не только природные и архитектурные памятники, но и места отдыха, интересные события, привлекательные экскурсии и общественное пространство. Из десяти номинаций конкурса Новосибирск представлен в восьми. Если сравнивать с драгоценными сокровищами, то новосибирские достопримечательности скорее жемчужины. Половина связана с водоемами. В последние годы набережная действительно стала жемчужиной Новосибирска. Из заброшенного и никому не нужного пространства она превратилась, пожалуй, в главный парк города. Осталось навести порядок вот на этом маленьком клочке земли, и все, реконструкция будет завершена полностью. Каждый день сюда приходят сотни горожан, чтобы просто погулять или отдохнуть, посмотреть на воду. Но помимо продуманных дорожек и пешеходных маршрутов, здесь есть и другие развлечения. Аттракционы, колесо обозрения, самое большое в Сибири. А также совсем рядом с набережной есть речной порт, откуда отходят теплоходы с самыми разными экскурсиями. В том числе и с экскурсией «Романтика на Аби», которая также включена в список жемчужин России от Новосибирской области. Эта прогулка под звуки музыки подойдет для уединенного отдыха влюбленных. А посетить экскурсию «Новосибирск. Наука» здесь, в Академгородке, можно и большой компанией. Обское море – еще одна жемчужина Новосибирской области. Здесь ходят под парусом на яхтах, катаются на виндсерфах. Кто-то осваивает довольно новый для нашего региона вид – сапсерфинг. Но главное, что в такую жару можно окунуться в воду и приятно искупаться. Например, здесь, на пляже «Звезда». Кстати говоря, еще один претендент на победу во всероссийском конкурсе. Помимо достопримечательностей в черте Новосибирска, также на конкурс представили «Абрашинский карьер», экологическую тропу «Зверобой», а также военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», который до пандемии ежегодно проходил под колыванием. Проголосовать за новосибирские достопримечательности можно на сайте проекта до 10 октября. Михаил Якимов, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...